Здравствуйте! В эфире программа действий. Ее ведут я, Анатолий Аксаков, и Ирина Фаер. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Елена Привалова, директор департамента по работе с кредитными организациями дирекции фронт-офис ОАО МСП Банк. Здравствуйте! Здравствуйте! Елена, здравствуйте! У нас называется передача программы действий, и мы должны в ходе этой передачи предложить меры, которые позволили бы нашей экономике, в том числе малому и среднему бизнесу, более успешно развиваться. Ну и в этой связи я хотел бы попросить вас несколько слов рассказать о вашем банке, о тех продуктах, которые вы предлагаете своим клиентам, ну и о той сфере, которой вы занимаетесь конкретно в этом банке. Начнем с первого. Чем занимается МСП Банк? МСП Банк – это российский банк поддержки субъектов среднего и малого предпринимательства. Учрителем банка является государственная корпорация «Внешэкономбанк». Основная задача банка – это оказание различных форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства доступных и долгосрочных финансовых ресурсов. Форма поддержки, которую оказывает МСП-банк, реализуется через сеть наших партнеров. Это банки-партнеры, лизинговые компании, микрофинансовые организации, факторинговые организации. Мы охватываем всю региональную сеть Российской Федерации. И так как МСП-банк не видится... То есть во всех регионах Вы присутствует? Да, в связи с тем, что мы... В том числе в Чечне, на Северном Кавказе. Во всех регионах, на Северном Кавказе, на Дальнем Востоке. Ну, может быть, только на Северном полюсе нас еще нет, потому что там нет наших партнеров. Соответственно, каждый субъект малого и среднего предпринимательства, реализующий свои проекты, то бывшие модернизационные проекты, инновационные, связанные с покупкой оборудования или просто финансированной текущей деятельности... То есть это направление чисто производственный сегмент, да? В основном, да. Вы понимаете, задачи правительства меняются из года в год. Когда мы начинали программу в 2004 году, основной акцент делался просто на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, с целью их просто поднять, создать бизнес. И денежные средства предоставляются на финансированной текущей деятельности, в том числе торговым предприятиям, на развитие их основных оборотов. Буквально два года назад основной акцент был сделан на развитии именно модернизации и инноваций в стране, чтобы субъекты малого и среднего предпринимательства создавали не только какие-то продукты, но и развивали свое производство, приобретали имущественные комплексы, покупали оборудование нового, внедряли в российскую экономику новые продукты, новые сферы деятельности. То есть, в принципе, правительство то, что меняет свою политику, в этом ничего плохого нет, а наоборот даже хорошо, поскольку... Ну, конечно, может быть, это не совсем правильно. По-хорошему надо было, наверное, сделать стратегию развития малого и среднего предпринимательства в стране на какую-то перспективу и внедрять различные механизмы поддержки в рамках этой стратегии. Ну, все учатся, все делают ошибки. Сейчас уже есть, я знаю, стратегия развития МСП-банка. Она согласовывается... У МСП-банка есть стратегия развития. Она согласовывается с нашим наблюдательным советом, в который входит именно эконом развития в том числе. И основная стратегия развития настоящего банка на ближайшие пять лет это поддержка и развитие именно модернизации и инноваций в стране, развитие неторгового МСП и поддержка зарождающихся МСП. Это основная поддержка, которую мы оказываем через микрофинансовые организации. Ну и как вы работаете? Вы заранее даете банкам деньги или банки находят сначала клиентов, а потом уже обращаются к вам за деньгами? Поиском клиентов занимаются сами банки-партнеры. Но мы доводим до всех наших партнеров основные стандарты, на каких условиях мы предоставляем свое фондирование. Вот в настоящее время основные стандарты – это предоставление долгосрочных инвестиционных ресурсов, связанных с модернизацией инноваций производства. И при этом раздача данных ресурсов должна происходить по ставке не выше 12,5% годовых. А долгосрочный – это какой срок? Это срок до 7 лет. А сумму, которую банк может выдать в виде кредитов, он знает заранее или вы ему выделяете по мере необходимости? Каждому субъекту малого и среднего предпринимательства банк может выделить поддержку в размере до 150 миллионов рублей. А самому банку какую сумму выделяется? На банк принимается риск в зависимости от его финансового состояния. Оценивается его финансовое состояние, его рейтинги долгосрочной надежности, устанавливается лимит сотрудничества с этим банком. И в рамках этого лимита банк получает фондирование по тем продуктам, которые реализует МСП-банк. И уже занимается сам поиском клиентов, сам оценивает риски на это клиента. Но при этом именно доведение ресурсов до субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на тех стандартах, которые диктует ему МСП-банк. Риск полностью на банке остается? Или МСП-банк тоже несет риски, связанные с кредитованием? Например, кто-то взял кредит, не вернул его. Всякое в жизни бывает. Соответственно, это чей убыток? Ну, поддержка оказывается только субъектом среднего предпринимательства, имеющим хорошее и среднее финансовое состояние. И в случае, если банк не отмониторил проект, не проверил финансовое состояние, то риск несет он. То есть риск плохой платеж по шумности субъекта малого и среднего предпринимательства оценивается на входе непосредственно банком-партнером и отслеживается на протяжении реализации проекта. Елена, а вот сейчас бы хотелось подробнее поговорить о ваших продуктах для малого и среднего бизнеса. Вот я знаю, что у вас есть недавно такой продукт, вы запустили, гарантийная поддержка называется. Поподробнее могли бы об этом рассказать? Да, это уникальный продукт. Он был внедрен только в прошлом году. МСП-банк был назначен оператором гарантийной поддержки. Он реализуется в рамках постановления правительства Российской Федерации в номер 1451. И в рамках данного постановления... Все предприниматели побежали смотреть номер постановления и думать, вот где все написано. Ну, это данное постановление определяет основные требования. Именно поддержка оказывается только субъектом среднего предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты с капитальной долей вложений 70%. Стоимость таких проектов от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей. Но самое главное, чтобы именно субъект среднего предпринимательства соответствовал 209 ФСЗ. Есть такой федеральный закон 209 ФСЗ, который был утвержден в 2007 году. Он определяет основные требования, кто такие малые предприятия, кто субъекты среднего предпринимательства. И вот гарантийная поддержка в рамках данного постановления рассчитана на субъектов среднего предпринимательства с численностью от 101 до 250 человек с выручкой от 400 до миллиарда рублей. И вот если такой субъект среднего предпринимательства решил реализовывать инвестиционный проект, связанный с покупкой оборудования, строительством недвижимости или просто покупкой недвижимости, возможно, он раньше арендовал эту недвижимость, теперь хочет выкупить, чтобы оформить ее в собственности. Он обращается в российский банк, который является нашим партнером. Потому что с каждым банком мы заключаем рамочное соглашение о сотрудничестве в рамках данной непосредственно этой программы гарантийной поддержки. Заключается соглашение. Все партнеры, которые являются сторонниками данной программы, которые размещены на нашем официальном сайте mspbank.ru, где можно ознакомиться не только с требованиями программами, но и с теми партнерами, которые являются как раз участниками данной программы. 70% гарантии? Это 70% суммы кредита вы гарантируете? Гарантии мы выдаем 50% от суммы основного долга. 50%? 50% от суммы основного долга. А остальные 50% он должен найти либо в регионе, либо свой взнос сделать первоначально? Взнос собственного участия в проекте субъекта среднего предпринимательства 20% от стоимости проекта. Это не обязательно должно быть денежное средство, это может быть имущество, которое уже субъектом приобретено в рамках реализации проекта, либо денежное средство, которое он накопит в момент инвестиционной фазы реализации проекта. Гарантия дают только субъектам среднего предпринимательства или малому бизнесу тоже гарантия? К сожалению, данное постановление распространяется только на субъектах среднего предпринимательства. Мы, со своей стороны, считаем необходимым, может быть, расширить поддержку и на малые предприятия, которые уже практически стали средними. Потому что в 209 ФЗ есть оговорочка, что ты становишься средним, если ты два года подряд соответствуешь по численности, по выручке, которую я назвала. Но мы считаем, что чтобы малый бизнес тоже развивался, поднимался, надо его тоже поддерживать и оказывать ему гарантийную поддержку и не ждать два года, когда, может быть, у него проект уже и не нужен. Может, там поможет агентство кредитных гарантий больше, которое сейчас создается? Да, в настоящее время создается агентство кредитных гарантий. Мы еще не видели те нормативные документы в рамках нормативного контура, которого оно будет реализовывать свои проекты. Пока то, что слышали, это речь идет о выдаче контргарантий за региональные фонды, которые в настоящее время предоставляют поручительство на реализацию небольших проектов, до 70 миллионов рублей. И будет ли данное агентство оказывать поддержку малым и средним предприятиям, пока неизвестно. Неизвестны условия, какие эти проекты будут, инвестиционные они будут, или связаны с финансированием текущей деятельности. Но что очень важно, мне кажется, каждая поддержка в государственной стороне, она должна быть направлена и на малых, и на средних. И институты не должны перекликаться в свои поддержки. Каждый институт должен доносить свою поддержку адресно, а не работать, будем так говорить, на одной поляне. Ну а может быть так, чтобы, скажем, вот это вот агентство кредитной гарантии, и вы действовали вместе по реализации одного проекта. Ну, скажем, вы прогарантировали 50%, 50%, остальное участие взял на себя, может быть, не в полном сумме, а взял от агентства кредитной гарантии. Это возможно, но, наверное, тогда весь проект будет прогарантирован государством. Ну не есть, почему? Пусть возьмут 90% вы и они, а 10% пусть возьмет на себя предприниматель. Возможно такое? Это возможно. Просто тогда надо договориться действительно, и в те законодательные акты, которые существуют, внести изменения, потому что, к сожалению, в настоящее время объем преференций, именно той программы, которую мы реализуем, составляет 75%. Это могут быть субсидии, какие-либо другие налоговые поддержки со стороны государства. И если агентство кредитной гарантии будет входить в эти 75 преференций, тоже вот это оказанных субъекту среднего предпринимательства, то, в принципе, можем и мы, со своей стороны, гарантийную поддержку дать и они. Но все-таки хотелось бы расширить спектр малого и среднего бизнеса, которым была оказана эта поддержка. Иначе мы сузим очень круг тех субъектов малого и среднего предпринимательства, которым будет доведена эта поддержка. А вы можете сказать, что ваши гарантии уже дают конкретный эффект, что это позволило снизить процент по представляемому кредиту, ну и предприниматели начали чувствовать себя намного увереннее? В связи с тем, что МСП-банк оказывает не только гарантийную поддержку, но и фондирование банков-партнеров для реализации инвестиционных проектов, как я говорила, мы предоставляем довольно-таки льготные на сегодняшний момент фондирование для банков-партнеров, с учетом того, что в первом квартале мы наблюдаем довольно-таки тяжелые... Вот, Елена, о льготном фондировании мы с вами поговорим после рекламной паузы. Хорошо. Сейчас реклама. Еще раз здравствуйте. В эфире программа «Действие». Ее ведут я, Анатолий Аксаков, и Ирина Фаер. Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Елена Привалова, директор департамента по работе с кредитными организациями, дирекции «Фронт-офис», ОАО «МСП-банк». Елена, мы начали говорить про льготное фондирование банков, субъектов малого предпринимательства, я так понимаю. Правильно я понял вас? Ну, больше, наверное, сказать, доступное фондирование для субъектов малого предпринимательства. С учетом того, что в первом квартале этого года экономическая ситуация изменилась, и многие банки отрезаны на сегодняшний момент от внешних заимствований, не все готовы сейчас осуществлять поддержку малого и среднего предпринимательства в долгосрочной перспективе. В основном средние сроки кредитования сейчас составляют три года, и они больше направлены на финансированные текущие деятельности предприятий. С другой же стороны, и сами малые предприятия не особо готовы сейчас вкладываться в инвестиционные проекты. Но с целью того, чтобы поддержать этот рынок, чтобы его не заморозить, «МСП-банк» со своей стороны оказывает как кредитную поддержку путем доведения денежных средств, как я говорила, через своих партнеров, так и гарантийную поддержку. То есть субъект предпринимательства может получить финансирование в банке-партнере, поставки не выше 12% годовых, потому что «МСП-банк» предоставляет на определенных условиях, как я говорила, денежные средства банку-партнеру, и также для реализации своего проекта гарантийную поддержку. В результате ставка для субъекта среднего предпринимательства с учетом такого фондирования и гарантийной поддержки будет составлять не выше 11% годовых. При этом в настоящее время на рынке средние ставки… Не понимаю, 12%, 11%? Почему такая разница? Потому что когда мы просто фондируем банк для реализации проектов, мы в своих продуктах делаем верхнюю предельную ставку, как я говорила, 12% годовых. Вы сначала выделяете деньги банку и говорите, что вы кредитуете по ставке 12% не больше. Да, вы должны прикредитовать, вы можете по 10-11%, но не выше 12,5% годовых. При этом, если именно проекты направлены на реализацию инвестиционных проектов для среднего бизнеса, то то фондирование, которое мы даем банкам, оно идет еще ниже. То есть под 11% не больше. И в результате субъект, получая процентную ставку и оплатя комиссию за гарантию, получает ставку не выше 11% годовых. Субъект должен обеспечить вторую часть кредита своим имуществом или гарантией другого банка. И на оставшиеся 50% от суммы основного долга МСП банк предоставляет гарантию. А почему такое преимущество, связанное с гарантиями субъекта среднего бизнеса? Во-первых, субъектов среднего бизнеса по статистике в стране не так много. И хотелось бы поддержать именно средний бизнес, поддержать те инвестиционные проекты, которые они реализовывают. И вот с учетом, как я говорила, текущей экономической ситуации, не отпугнуть средний бизнес от реализации своих проектов. И это стимулировать будет малый бизнес, переходить в средний бизнес? Малый бизнес это будет стимулировать также реализовывать свои инвестиционные проекты, расти, развиваться, поддерживать экономику в стране. Но все-таки вы могли бы привести конкретные примеры, связанные с реализацией этой программы? Кто-то получил ваши гарантии? Может быть, это все теоретически только? МСП банк был назначен оператором гарантийной поддержки в апреле прошлого года. Официальный старт программы начался в августе 2013 года. И по состоянию на текущую дату мы уже предоставили 1,2 млрд гарантий среднему бизнесу. С нами заключили рамочные соглашения 28 партнеров. Вот эти 28 получили как раз на миллиард с лишним? Нет. Рамочные соглашения это наше сотрудничество с банками-партнерами, которое продлится на несколько лет. Весь объем государственной поддержки, который предоставляется в рамках данной программы, составляет 40 млрд. Это гарантия, выданная Минфином Российской Федерации, гарантия, выданная Внешэкономбанком. И МСП банк, в свою очередь, будет выдавать в этом объеме банковские гарантии для реализации проекта. Вот на текущую дату уже поддержана и выдана гарантия на 1,2 млрд. рублей. Ну, это получается больше, 25 раз меньше, чем вы можете давать. Нет, мы не за что можем. У нас есть план развития, план выдачи гарантии. На конец этого года он составляет 8 млрд. 500 млн. рублей. Надо заниматься популяризацией этой программы. Надо, чтобы средний бизнес почувствовал, что это такое есть и что такая поддержка возможна. И мы маленькими шажками, может быть, не очень быстро, но двигаемся к заданной цели. Что касается проектов, то мы практически уже охватили большую сеть региональную. Это и Камчатский край. Там реализуется проект по модернизации производства, связанной с переработкой рыбы. В Нижнем Новгороде создается производство по новым видам биотоплива, пилета, если вы слышали. Я слышал об этом проекте. Очень интересный проект в Кировской области по производству фанеры, причем в Моногороде. В рамках реализации данного проекта будут созданы новых 380 рабочих мест, что для Моногорода это очень положительный фактор. Интересный проект в Воронежской области по производству молочной сыворотки. Это предприятие в настоящее время занимается производством сыра, и остатки от этого производства получается молочная сыворотка, которая просто сейчас выбрасывается и никак не используется. Это, с одной стороны, экологические проекты, в то же время довольно-таки полный, окончательный цикл производства, связанного с сыром. Совсем в стадии уже подписания гарантии в Орловской области предприятие занимается выпуском сахара. Имеется у этого предприятия свои плантации, будем так говорить, свеклы. И с целью поддержания российского производителя, который испакован веков, уже занимался реализацией данной продукции, мы будем строить данное предприятие, мини-ТЭЦ, который позволит сэкономить мощности. В настоящее время они просто теряют... Крыму сейчас надо как раз их строить. Обязательно. Это очень интересная тема. И такие станции малой генерации, они довольно-таки экономичные. И каждое малое и среднее предприятие может реализовать данную программу, тем самым снизить себестоимость своего продукта и повысить или снизить цену. Ну, проекты отбирают на местах, да? То есть, еще раз по порядку, у человека, у которого есть проект, или у предприятия, если есть проект, они приходят в банк региональный, да? Там предлагают его, этот банк изучает проект, принимает решение, что его можно поддержать и, соответственно, обращается к вам за гарантией. Принцип программы построен по принципу одного окна. Чтобы субъекту среднего предпринимательства, как правило, они работают с одними и теми же банками, уже устоялись связи. И данный механизм реализуется, что действительно субъект среднего предпринимательства обращается к свой банк-партнер, с которым у него уже стоялись долгие отношения. Но при этом это совсем не обязательно. Можно зайти на наш сайт, там есть контактные телефоны, позвонить сотрудникам МСП-банка, они проконсультируют. А напрямую, то есть, да? Напосредственно напрямую. Они проконсультируют, куда, в каком регионе лучше обратиться, с каким банком установить сотрудничество. И, возможно, даже если у субъекта малого и среднего предпринимательства есть вопросы именно по реализации своего проекта, по составлению бизнес-планов, у МСП-банка оказывается полная подробная консультация. Также на сайте банка есть информационный портал, мы его называем биржа проектов, куда можно отправить анкету, о каком проекте идет речь, где он реализовывается. И мы сами уже эту анкету направим в банки-партнеры для их рассмотрения. Так как в данной программе риск МСП-банк принимает уже непосредственно на субъекты среднего предпринимательства, и данная программа, если мы говорили, что когда мы представляем фондирование, мы риск принимаем на партнера, то здесь мы уже разделяем с партнерами риски, мы оцениваем субъекты среднего предпринимательства, и совместно с партнером практически структурируем эти проекты и помогаем именно субъекту среднего бизнеса найти поддержку, которая ему бы и понравилась, и ее быстро можно было бы реализовать. То есть вы вместе оцениваете эти проекты, и вы, и партнер ваши? Да, и мы партнер. Причем партнер проводит основную работу, он собирает документы, он выстраивает проект, потом его нам передает, и мы уже дорабатываем, чтобы были закрыты риски, в том числе наши, потому что наша гарантия безусловная, безотзывная, и независимо от ситуации, которая произойдет с субъектом среднего предпринимательства, МСП-банк будет выплачивать 50% от суемости основного долга. Понятно. А от кого цена все-таки? Такие гарантии ведь недаром делаются, да? Цена гарантии 1,5% годовых от стоимости гарантии. Она выплачивается от фактического остатка задолженности по этой гарантии. Она, так как гарантия амортизируется по мере... Кто платит за эту гарантию? Гарантию платит субъект среднего предпринимательства. Но практическое удорожание к ставке получается 0,75%, потому что гарантия выдается от 50% от суммы основного долга. То есть, если мы рассмотрим, как формируется процентная ставка, она формируется на весь основной долг, то гарантия платит только от ее части. Поэтому вот эти 0,75% к удорожанию к ставке, они совершенно незначительны, но при этом субъект имеет возможность реализовать свой проект при отсутствии у него обеспечения. То есть, вы не требуете за свою гарантию обеспечения? Гарантия не обеспечена. Обеспечение только берет банк-партнер на свою часть 50% кредита. И мы просто вместе с партнером оцениваем, готовы ли мы принять риск на данного субъекта и на его проект. И вот эти 0,75% сидят внутри 11%? Да, они внутри 11%. Понятно. А вот Центральный банк как относится к таким гарантиям? Наверное, видя, что Государственный банк, очень надежный банк, гарантирует проект, значит, он должен какое-то льготное резервирование, такое кредитование предоставлять. Гарантия МСП банка, она приравнивается к гарантии первой категории качества обеспечения. И банки-партнеры, которые реализовывают с нами данные проекты, имеют возможность производить минимизацию резервов на потери, связанные с реализацией данного проекта. А вот все-таки какая главная проблема в этом проекте? Наверняка вы видите и пробелы, которые есть в реализации проекта. Не все получается, что вы хотели бы реализовать. Мы, со своей стороны, уже выносили ряд предложений в Министерство экономического развития и торговли, которые мы считаем необходимой учесть, чтобы более широкий спектр субъектов среднего предпринимательства получил поддержку. В реализации данной программы были установлены требования к проектам, такие как, например, что нельзя участвовать собственными средствами акционерам в проекте путем предоставления займов. Мы считаем, что если такие займы выдаются на срок длиннее, чем проекты, и это стандартная практика, как правило, поддержки со стороны акционеров в предоставлении долгосрочных займов, то такие займы вполне возможно рассматривать как вклад акционеров в реализацию проекта. Как правительство на это реагирует? К сожалению, пока Минэкономразвитие нас не поддержало в данной идее, но мы надеемся, что все-таки нас услышат. Мы на сайте можем, да, стации региональных банков, например, вывести информацию о том, что есть такой проект всем банкирам. Я так полагаю, что многие банкиры даже не знают о том, что есть такой проект, и надо его продвигать более активно. Мы, со своей стороны, очень проводим большую популяризацию этой программы. Мы выступаем с обучающими мероприятиями не только для банков-партнеров, но и для предпринимателей. У нас существует целый ряд программ, когда мы выезжаем в регионы на базах торгово-промышленных палаты. У нас банк. Наша передача подошла к концу. Очень большое спасибо за то, что вы приняли в ней участие. Рассказали об очень интересном проекте. Я надеюсь, что многие предприниматели услышат нас, обратятся либо в МСП банк напрямую, либо в банке-партнеры, которые работают в вашем регионе, и воспользуются этой программой для развития своего бизнеса. В эфире была программа действий. Ее вели я, Анатолий Аксаков, и Ирина Фаер. И напоминаю, что в гостях у нас была Елена Привалова, а генеральный партнер программы – МСП банк. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова